Те, которые он курит до половины, а сейчас мы будем курить те, которые курим до конца. Да, 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 до правого. До центрального. Что такое? 60% расходов на проведение тренинга. В размере 3000DM из расчета на каждого слушателя. На каждого слушателя сколько там в день или на каждый день семинара у тебя получается. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Они быстро работают. Надо его спросить, что лучше всего для съемки. Да нет, может не обязательно. Может какое-то просто или такое мороженое красивое или что-то там. Нам. Что там? Вот он подошел. Простите, не уба. Вы можете прийти к нам? Да. Извините, мы нужны что-то, что очень красиво aussieht, чтобы фотографировать. Какое утро. Тропикал. Очень красиво. Да, хорошо. Тропикал. 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 Продолжение следует... 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 Я надеюсь, что это очень скоро снова к официальной сети, которые в последние годы не произошло так, как я бы хотел. Вы были в городе Суми? Вы были в городе Суми, в городе Суми. Вы были в городе Суми. Вы были в городе Суми и я даже не чувствовала, что я сам насобивалась с ними. Что больше всего вам нравится и что вы считаете все-таки общего и что различного между нашими народами, между людьми и в культуре может быть? Вы были в городе Суми? Вы были в городе Суми и в городе Суми. Вы были в городе Суми. Вы были в городе Суми. Вы были в городе Суми. 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 А вот как жители города Суми воспринимали и воспринимают украинскую культуру, украинскую кухню, украинское искусство, которое было представлено в Суми? Вы были в городе Суми. 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 Украинская кухня такая, что мы должны наблюдать наш вес. И человек есть и есть, а я не больше не подождите. Скажите, пожалуйста, как вы видите дальнейшее развитие этих отношений? И в каких социальных сетях вы наиболее видите заинтересованность в такую именно конкретную, практическую, конкретную практическую компанию? Как видите, у меня есть дополнительные отношения, и на каких уровнях есть особое интересное, чтобы улучшить эту тему? Мы были в связи с Бючерами. Это все остается, чтобы это развить и строить. И театры были вместе корреспондированы. У нас сейчас появлялся с Интендантом. Там будут новые контакты связаны. Я считаю, что это все остальное. И я надеюсь, что это будет в следующем году. У нас есть какие-то проекты? Есть какие-то проекты для общей сотрудничества? Все, что мы объявляем в партнерситах, мы будем продолжать в жизни. И я очень счастлива. В некотором время я приняю Верни Дуб в зале. Это может быть еще 8 месяцев назад. И также мы об этом говорим. Я думаю, что у вас будет в Крытии в Украине. И я бы очень счастлива, если бы я с вами был в своем личном контакте. И это необходимо для всех этих контактов. Что я себя чувствую, что я себя чувствую, что я себя чувствую, чтобы потом улучшить общие проблемы. все, что написано в контракте о партнерство, надо реализовать. Верни Дуб был здесь, да? Верни Дуб был здесь, да? Верни Дуб был в нашей компании с компанией Петра Хайтланд, которая была в косметической компании. Он был здесь с другими Украинами. Мы провели интересные общения с другими. Верни Дуб сказал мне, что в курсе, как говорится, что в Украине власть. И, что мы потом, после войны, контакт с другими Украинами он был здесь, да? Верни Дуб был очень хорошо. Верни Дуб был очень приятный. Верни Дуб был очень приятный. Верний Дуб был очень приятный, Верни Дуб, Как вы считаете, как нормальные человеческие отношения или вот такие отношения городов по братимам влияют вообще на политические отношения, на политические ситуации? Как вы считаете, что вы считаете, что вы считаете, что это очень важно? европейские partnerschaften auf. Wir haben jetzt acht internationale Partnerschaften. Dies ist für eine Stadt unserer Größenordnung sehr viel, aber wir sind bei allen Partnerschaften mit Engagement dabei, weil wir glauben, dass nur dann Friede in Europa dauerhaft gesichert werden kann, wenn die Menschen zueinander Vertrauen haben und sich in Freundschaft begegnen. Sie sehen auch gestern wieder die Wahl zum Europäischen Parlament. Hier in Deutschland hat die größte und höchste Wahlbeteiligung aller westeuropäischen Staaten gehabt. Das zeigt, dass der Europa-Gedanke, das Zusammengehörigkeitsgefühl in Europa, in Deutschland sehr stark ausgeprägt sind. Und Europa endet eben nicht nur an der Weichsel oder an der Oder, sondern endet am Ural. Und die Ukraine und alle anderen Staaten, osteuropäischen Staaten gehören zu Europa dazu. In nicht allzu ferner Zukunft gehe ich davon aus, dass auch diese Staaten der Europäischen Union angehören werden. Und dann ist es gut, wenn man schon Vorinvestitionen getroffen hat, indem man Freundschaften begründet hat, die dann schon bestehen, wenn es zu dieser vergrößerten Europäischen Union kommt. Insofern sind wir in Celle mit der Partnerschaft zu Sumi sicherlich ein Stück in die Pionierarbeit, in ein zukünftiges gemeinsames Europa zwischen Ost und West gegangen. Die Idee kam von der Zellerwirtschaft. Ein namhaftes Zellerunternehmen, der Erdölförderwirtschaft hat Kontakt zu der Firma Frunze Insumi aufgenommen, der großen metallverarbeitenden Firma. Und man hat sich über Kooperationen geeinigt und verständigt zur Herstellung von Schwermetallstangen zur Lieferung. Und diese Lieferungen erfolgen auch. Insofern diese Partnerschaft, die wirtschaftliche Partnerschaft, besteht auch heute noch und wird hoffentlich weiter ausgebaut. Das war der erste Punkt, der erste Anhaltspunkt. Und dann hat man sich kennengelernt und hat Vertrauen zueinander gefunden und hat gesagt, wir wollen den Schritt in die neuen Verhältnisse gehen und eine Partnerschaft begründen. Und vom ersten Mal, in dem wir uns getroffen haben, waren wir uns einander sympathisch, haben sehr fröhliche Feste miteinander gefeiert. Und ich muss sagen, jeder hier in Celle und umgekehrt in Sumi, der an diesen Begegnungen beteiligt war, war äußerst angetan davon und hat sich eine Vertiefung der Partnerschaft gewünscht. Ja. Это джерма наша немецкая выпускает оборудование для добычи нефти. А потом эти контакты развивались, и мы уже праздновали вместе, у нас хорошие воспоминания. И сначала было связано между фирмами, а после этого каждый желал себе углублять эти отношения. Ну и в окончании нашего интервью я бы попросила вас, вот так глядя в камеру, еще раз пожелать, что бы вы пожелали от жителей Цели Сумчанам? Звучит из интервью, хочу сказать, что вы ищите, что вы ищите, что у нас для жителей Цели Суми? Звучит из-за того, что я желаю вам здоровое, потому что, без здоровья, без прогулок, без здоровья, все же. Звучит из-за того, что их в этом стране, в своем городе, в каждом городе, мягче и в целом городе. везде. И третье желаю, что изменения к более Волстану, чтобы все люди счастливы, что это другое, это новое системное и с открытием от Европы. И третье желаю, чтобы было у вас больше блага состояния. Спасибо. Спасибо. Скажите, что у меня сейчас маленький кабинет, я не знаю. Мне ничего не известно. Но я буду готовить, я об этом уже с моей секретарем уже говорил, чтобы вы украинским телевидением могли бы показать наш хороший, трех вековый город. А допустим, хотели бы в общем-то город целый Город целый. У нас нет местного телевидения. Но мы вернемся в Нидерсахстане, как только Нидерсахстане, как только Нидерсахстане. Но мы можем сделать такой фильм через небольшое саксонское телевидение, чтобы больше людей, чем жители Селли, увидят его. Ну, то есть, у нас есть возможность, кроме того, что мы вот просто работаем иногда как репортеры, есть возможность такой фильм сделать. То есть, если есть заинтересованность чисто в мэрии, допустим, чтобы сделать фильм о развитии даже контактов Сумы, именно такой под названием Сумы, как партнер города целый, действительно, чтобы показать красивый, хороший фильм. Если есть заинтересованность ... ... ... ... という oddassock ... ... ... ... ... ... ... ... Мы попробуем его перейти через нишен-саксонскую телевидение. И... ...митсуми. Она спросит... ...это есть не далигация-астрасч в середине. ...это есть не далигация-астрасч в севере. Но я не знаю, что я не знаю, что я не далигация. Но это может быть не так, что на работе, что мы уже готовим. Я бы рад, что вы уже приветствовали в Севере. Я был последний раз в Суме, в середине 1992, и я бы очень рад, если в 1994, когда мы приехали в Суме и КНАМ. Я учусь, как он занимался в Суме и КНАМ. Я учусь, как он занимался в Суме и КНАМ. Я учусь, как он занимался в Суме и КНАМ. Я учусь, как он занимался в Суме и КНАМ. Я учусь, как он занимался в Суме и КНАМ. Спасибо. 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 Место целое. Место целое, богато на несподиманном встрече. Ребята, скажите, пожалуйста, вы откуда? Мы из Москвы. А что вы делаете в Целле? Мы проводим здесь свой отпуск и играем музыку на улице, пытаемся немного заработать, чтобы как-то поддержать свое финансовое положение. И как вам это удается? Ну, не сказать, что отлично, но хорошо. Вы здесь первый раз или? Нет, мы уже второй раз в Целле. Ну и как, если сравнивать? С чем, смотря. Каждое ваше возвращение в Германию и в город Целле по успеху вашему? Ну, вы знаете, если говорить вообще об ощущениях человеческих, то очень приятно нам приезжать в Целле очередной раз. Потому что это город очень красивый, разнообразный, разными людьми. Сюда приезжают много туристов со всех стран. И нам очень интересно здесь работать. Вы здесь работаете, но вы, наверное, здесь и отдыхаете? Ну, после того, как поработаем, сразу отдыхаем. Но сказать, что отдых активный, не могу, потому что сил работы отнимает очень много. Хотели сравнить, как отдыхают русские люди и как отдыхают немцы? Да, вы знаете, вообще, что касается отдыха, то вообще можно заметить, что здесь люди умеют отдыхать, отдыхают красиво и, я не знаю, в полную силу. Например, здесь есть вот такие интересные вещи, с которыми мы столкнулись. Это вот местный бассейн в Цели. Это очень интересное место. Там созданы вообще прекраснейшие условия для отдыха людей, в частности, детей, взрослых. Там есть аттракционы, горки разные, водяные. То есть это просто прекрасно. То есть люди здесь отдыхают, работают хорошо и отдыхают тоже хорошо, активно. Ну, здесь действительно создано все для человека, как-то государство о людях своих заботится. Скажите, пожалуйста, вот вы, пользуясь моментом, что вы здесь, что у вас есть какие-то средства, вы пытаетесь тоже, ну, как бы, попробовать этого пирога? Ну, по мере возможностей, ну, времени на это остается очень мало. Правда, у нас здесь есть хорошие знакомые, с которыми мы познакомились еще в прошлом году, которые узнали раньше. И, по мере возможностей, мы стараемся уделить день-два общению с ними. Ну, они тоже люди занятые, работают, поэтому только если уикенд, и, в общем-то, времени на это немного, но нам всегда это приятно, по крайней мере. Ну, а вот цель заработать, а потом есть какая-то цель эти деньги вложить? Цель потом их потратить, но так, чтобы не все сразу. Ну, вы же понимаете, что, в общем-то, я не знаю, как на Украине сейчас, но в России сейчас достаточно высокие цены, и сейчас они практически соизмеримы с германскими. То есть, если раньше можно было жить в России на 10 долларов в месяц совершенно свободно, то сейчас это уже такие сладкие воспоминания, и приходится тратить очень много. В России заработать хорошие деньги можно, конечно, но достаточно трудно найти такую соответствующую работу. То есть, вы предпочитаете все-таки тратить в России или в Германии? Ну, вообще-то, вы знаете, тут зависит от целей вообще конкретных. Например, у меня цель большая очень, мне нужно жилье приобрести, мне нужно как-то свою семью уже обустроить где-то. Поэтому, конечно, я буду тратить деньги в России. То есть, вы мечтаете о жилье в России, а как виды на жительство в Германии? Таких не возникает? Вы знаете, в начале, ну, как бы поддаваясь общему такому настроению, многие люди, значит, сразу хотят вот куда-то уехать, где-то жить, где-то что-то. Но мы вот здесь немножко пожили, мы увидели, какие здесь проблемы, что, как. Ну, я, в общем, думаю, что я у себя буду все-таки в России, ну, свой человек, иным словом. Я бы хотел лучше жить в России. Я, пожалуй, тоже не тороплюсь переселиться, в общем-то. Ну, я и жену спрашиваю, а как вот если уехать? Она ни в какую, так что вопрос закрытся. Ну что ж, удачи вам! Удачи! Спасибо! Сейчас мы с этим человеком уже познакомились, да? Да, мы здесь познакомились. Под окнами они у меня поют. Я целый день слушаю. Наслаждаюсь. Ну, вы играете. Вы играете, я пою. Да, все правильно. А что же делать? Здравствуйте. А что же делать украинское телевидение здесь? Ну, а украинское телевидение здесь снимает фильм о городе Цели. Ах, ты замечательно как! Из Сумы вы приехали, нет? Кварт по-братим. Как ваш театр процветает? А вот он не процветает, к сожалению. К сожалению. Что два года назад приезжал Рыбчинский или Сум? Да. У вас и непосредственно дня рождения, то через месяц. Это было? У машины с expandением. Да. Ага. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...